В Курганском филиале Управления торговли Приволжского Уральского военного округа работает 28 человек. Небольшой коллектив обслуживает сотрудников военных частей Заурали, работников прокуратуры, ФСБ, УВД и судебных приставов. Одним словом, всех, кто носит форму. Решение закрыть территориальное подразделение приняло руководство предприятия в Екатеринбурге. Под ликвидацию попали предприятия в Тюмени, Челябинске и Кургане. В Заурале ателье для военных перестанет существовать со 2 апреля. Силовые структуры и представители Министерства обороны, военные части, которые получали от нас обслуживание, они этого просто лишатся. Не будет этого. Им негде будет не пошить, не отремонтировать, не подогнать, даже подгонку сделать обыкновенную. Всех работников Курганского военторга направят на биржу труда. И это самое печальное, отвечает Светлана Мелкобродова. В ее коллективе люди трудятся по 20-30 лет. Все портные – высококвалифицированные специалисты. Прошли обучение в Москве. Неподготовленные работники не смогут шить форму, отвечающую всем стандартам, заверяет руководитель. Татьяна Кашкарова – единственная портная во всем Уральском федеральном округе, которая шьет фуражки. За новым головным убором к ней едут со всех соседних регионов. Заказчиков наработали. В частности, 10 лет уже будет, как я их сама выполняю, эти фуражки. Заказчиков у меня достаточно, которые в шоке, которые останутся просто без... Так скажем, некому больше будет этим заниматься. Мне кажется, это будет просто глупостью закрыть. Ну, не знаю, каким-то образом. Мы должны все равно работать для людей. Туда они пойдут, что они будут делать, я не знаю. По мнению руководства филиалов военторга, предприятия не рентабельны, но цифры говорят об обратном. Только в прошлом году в зауральском военном ателье форму пошили на 4 миллиона рублей. В этом году заказов ждали еще больше, ведь в силовых структурах вводят новую одежду. Вот, смотрите, командир части просит о том, чтобы мы сделали такую услугу. Видите? Вот она. А я этого сделать не могу, потому что я закрываюсь. Вот. Звонят из МЧС. Вот сегодня ехать на награждение в Москву, а сшить негде. Последняя надежда мы, и ради бога, окажите такую услугу. Не можем. Еще одна проблема. С ликвидацией военторга закроют и магазины в военных частях. Для людей в форме станет проблематичным не только заказывать одежду, но и купить звездочки на погоны. Специализированный ассортимент на территории частей имеют право продавать только предприятия военторга. Такая реформа отразится и на кармане военнослужащих. Шить форму им придется за пределами за Урали. А там цены в несколько раз выше. Так, в Москве офицерский шерстяной кидель стоит около 10 тысяч рублей, а в Кургане всего 2,5. Юлия Король, Александр Меньшиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45». Нет, Мазика.